всем привет всем здравствуйте что вы видите у меня в руках lost in time и здесь у меня еще на столе куча новинок о которых я хочу сегодня рассказать надеюсь что успею показать мастер-класс то что только что пришла из instagram и не успела там ничего показать что так много говорила о продуктах что в итоге не хватило времени для мастер-класс но в пятницу я для вас приготовила эфир по трендам где я планирую не только показать тренды скорее всего для контакта я буду прям распечатывать презентацию к сожалению невозможно транслировать презу параллельно с говорением вот поэтому будет очень интересно поэтому в пятницу обязательно lost in time тренды через цвета предстоящего сезона осень зима 22 23 вот сегодня что у нас ожидается coming soon это осень зима коллекция гель-лаков смотрите внимательно новая упаковка именно по этой причине у нас коллекция не вышла в середине августа то что обычно мы осень начинаем уже середины августа продавать сейчас продаются уже декорации причем очень большой объем вышел уже вышли слайдеры вышли шермиконы и все из осенней коллекции гель-лаки мы ожидаем надеюсь что прям начало сентября первые числа уже будет в продаже потому что я знаю что на складе уже пришла коробочка уже заколерованные 7 цветов остался последний цвет для него мы сейчас ждем сырье не хватает чтобы деколировать и стартуем с продажами сейчас вам покажу выкраску обязательно сфотографируйте и поэтому если работаете салонами красоты через вернее если вы из салона красоты либо из частного кабинета и с вами работает менеджер по работе салонами можно уже сейчас сделать предзаказ давайте я вам сейчас покажу как выглядит выкраска так смотрите оттенки так сейчас мы отключим можно сейчас прям сделать скриншот экрана и отправлять своему менеджеру кто не работает через менеджера просто заходите на эми шоп либо здесь вконтакте и периодически просто отслеживаете появление старта продаж вот эта коллекция ожидается в ожидании сейчас сделаю небольшую выкраску потому что у меня видите к сожалению это тестовый образец которым мы работали последние два месяца вот и конечно основная масса продукта вся ушла на создание дайджеста вот девчонки зарасходовали там гель-лаков очень мало вернее материала очень мало внутри и полноценную выкруску не могу показать потому что они тут видите такие уже полупустые рабочие в рабочем состоянии вот ну надеюсь сейчас еще неделька и у меня уже будут они новенькие я смогу уже полноценно по несколько раз в неделю выходить с мастер-классами потому что как только выходит новая коллекция гель-лаков я начинаю вы знаете шпарить эфиры эксперты девчонки начинают работать новой коллекции чтобы как можно больше идей для вас на следующий сезон было итак смотрите каталог стать уже есть в продаже вот кто любит наши каталоги из дизайнов дайджест осень-зима 2223 на эми шоп уже есть уже заходите декорации декорации осень-зима тоже самое уже есть в наличии я сегодня на них останавливаться не буду что у нас из декорации уже есть в продаже вот но там очень много уже появилась там и слайдеры и шермиконы в раздел новинки просто заходите там видно сразу что есть из новинок вот в пятницу с вами поговорим про цвет следующих сезонов и осеннего и зимнего периода почему такую подборку сделали в этот раз вы видите у нас нет ярких цветов коллекция получилась такая знаете мягкая домашняя осень такое все эко шмека все такое по-деревенски и коллекция содержит очень много именно базовых оттенков сейчас я расскажу дальше еще про новинки так давайте тогда я сейчас пока отставляю в сторону коллекцию хорошо lost in time и мы сейчас к ней вернемся буквально через 15 минут дальше у меня для вас отличная новость мастера по моделированию я вас сейчас хочу обрадовать что у нас в наличии появились наконец очень большое количество позиций из гелевой системы вы знаете что у нас был очень большой сбой к сожалению но это не зависело от нас потому что сейчас нарушена полностью логистика в мире а так как у нас очень много для производства гелий заводится сырья из америки из европы и очень сложно сейчас с этим причем на самом деле проблемы у нас ладно мы под санкциями сейчас а вот у них непонятно почему такие проблемы потому что там дело даже еще и не в транспортной достатке что цепочка сейчас очень сильно увеличилась а там еще в том чтобы им сырье произвести потому что видите сырье для производства сырья уже для розлива там тоже требуется ну уже знаете какие-то молекулярные ингредиенты тоже сырье и видят тоже там проблема я так поняла сейчас вообще сейчас какую структуру не возьмите начиная с авиастроения и заканчивая не знаю производством ртути везде проблема ладно у нас проблем нет наконец проблема решилась и так в наличии появился первое монофаз 50 15 5 грамм смотрите во всех трех объемах монофаз 50 15 5 грамм дальше soft nude гель появился тоже во всех трех объемах тоже 50 15 5 грамм прям можете фотографировать это то что сейчас уже есть в наличии на сайте у менеджеров по работе салонами красоты дальше soft pink гель soft pink гель то же самое 50 15 5 грамм появился в наличии дальше soft milk soft milk то же самое 55 15 грамм самая конечно моя гордость что слава богу появился потому что мне сложно было без него работать мы рекомендовали конечно гель желе как замена как альтернатива но я все равно считаю что для запечатывания свободного края вот это наша уникальная технология это композит гель вот и он слава богу то же самое есть наличие в объеме 50 15 5 грамм поставьте плюсики огонечки кто этому очень рад кто ждал кто очень сильно пострадал из-за этого дефицита потому что я знаю что если гель лаковую систему еще можно как-то заменить то нашу классическую систему заменить практически невозможно потому что аналогичных продуктов практически нет на рынке по такому же качеству я это знаю точно потому что сколько мы экспериментировали чтобы где-то заменить какое-то сырье чтобы снизить как-то себестоимость потому что у нас достаточно дорогой продукт не получается все остальное проигрывает по качеству поэтому у нас цена соответствует качеству и вы аналогов по качеству просто не найдете вот дальше easy one тоже слава тебе господи вот тоже появился в наличии 50 15 5 грамм тоже появился в наличии вот ну вроде все гели я вам перечислила сейчас хотите я их вот так вот сейчас сложу еще раз чтобы вы сфотографировали для ваших менеджеров значит монофаст софт нут софт пинг я возможно могла сейчас где-то ошибиться сейчас где-то у меня тут прям список был сейчас я проверю софт пинг софт нут оба есть ли какого ну да ты мне писала сейчас не вижу на столе куда я его деть могла все увидела девчонки сейчас читаю значит софт милк софт милк изи ван так натурал композит где мой натуральчик у меня просто сейчас пятиграммовая только баночка натурал композит софт нут а софт пинг смотрите все есть монофаст софт нут софт пинг софт милки изи ван композит а софт милк прошу прощения вот вот это все есть сейчас наличие раз два три четыре пять шесть шесть позиции во всех да во всех граммов ках это и 50 это и 15 это и 5 грамм у нас 30 грамм не существует у нас есть только 50 15 и 530 у нас никогда не было смотрите что касается классической системы смотрите что касается классической системы вы знаете что дефицит был достаточно длинные около трех месяцев не было в наличии потому что в марте просто все разгребли все у нас опустошились склады объем запаса который там был на несколько месяцев весь объем объем у нас выкупили за раз и мы выпали сразу в дефицит и мы этот дефицит не могли восполнить три месяца и вот этот объем который сейчас пришел я подозреваю что с этим объемом будет тоже самое поэтому если вы реально очень сильно зависимы от нашей гелевой системы сейчас запасайтесь потому что есть вероятность что например даже сейчас две недели пройдет и просто ничего не будет из-за этого вот потому что еще раз сейчас очень большие проблемы и с транспортной доставкой из сырьем на местах у заводов производителей сырья а мы работаем у нас не китай у нас не азия мы работам это америка и это европа и вы себе не представляете как это сложно что это уже рассказывала историю о том что у нас огромная партия товара на огромную сумму и и просто утилизировали на границе с германией потому что стоимость товара попала под новый закон о лакшери вот это о люксе и там ты ничего не можешь сделать вопрос то утилизируют ничего не может его не может не выкупить ничего и писать что произвести новое сырье пришлось ждать много месяцев вот поэтому вот эти форс-мажорные обстоятельства которые сейчас происходят везде посместно эти проблемы коснулись не только нас это коснулись общения любых производителей всего вот поэтому сразу сейчас уже думайте о том что если зависимы от технологий классических и конкретно наших геля а я точно знаю что вы заменить их очень сложно есть продукты которые вы их просто не можете заменить у них такой химический состав он не менялся на протяжении 11 лет потому что он просто идеально его не нужно дорабатывать менять вот он идеальный мы его производим вот уже сколько лет неизменно дальше что у нас еще появилось из новинок так сейчас я гелью уберу галь поможешь мне гели убрать со стола чтоб они мне мешали классная новинка причем я вот в инстаграм выкладывала уже здесь я еще ничего не выкладывала надо выложить кстати я уже сняла на себе мастер-класс наращивание на типсах вот а на этой руке планирую снять и сделать гелевые ногти готовые которые не нужно моделировать рассказываю про эти два продукта я вы знаете уже много раз и тестировала на себе я сначала с америки закупала образцы прям смотрела производителей кто чё продает по каким ценам и какое качество пластмассы идет у типс и у готовых гелевых ногтей почему я в первую очередь это сделала для себя и для наших салонов красоты вы знаете что сейчас тренд он нельзя сказать что значит какой-то новый тренд что длинные ногти да они вошли в тренд у нас где-то примерно года три назад благодаря тик току благодаря тик току это началось повальное опрошение хотим длинные ногти с дизайном еще и побольше я не знаю что вы покупали 30 грамм у нас не было вы 30 грамм покупали наверное гель-лаки смотрите вы гель-лаки покупали либо жидкую гелевую систему 30 грамм но это не классическая система которая идет средней вязкости в банках вот 30 грамм да у нас есть это классическая система жидкая которая идет в черных бутыльках она продается в больших объемах все правильно 30 граммовые баночки но гели которые банки они отсюда просто не выльются вот поэтому у нас есть 50 15 5 и есть дойпаки и там дойпаки уже да там есть вот 100 вот но там опять же чтобы из дойпака гель для банки достать там дойпак нужно вообще полностью разрезать из этой дырки не давите очень долго будете вот поэтому вот эти два продукта сейчас показываю ближе их значит они это два разных продукта это все две разные технологии смотрите эта технология когда вы вообще не моделируете это просто готовые ногти под кутикулу видите у него овальный край у этого типса это то что мы моделируем это то что мы под моделируем гальдой твой пальчик без замоделирования здесь не нужно делать вообще какое-либо моделирование это все вот готовый ноготь у него причем готовый продольный изгиб готовая толщина по вростам здесь все просто готово это готовые ногти называют а ногти за 30 минут мы сейчас ближайшую неделю не на этой неделе на следующий с понедельника начнем ввести большое количество мастер-классов мы будем вам показывать как работать с этой технологии эта технология готовые гелевые ногти вот так выглядит упаковка смотрите написано типсы гелевый стилет видите под кутикулу уже готовая форма пилить ничего не нужно никакую форму придавать максимум если вы хотите из этого сделать балерину потому что мы пока сейчас запустили в продажу такую форму я сейчас посмотрю на продажи если все ок то я сделаю еще балерину вот это одна технология технология и способ сделать длинные ногти а это вторая смотрите коробочка выглядит вот так это технология наращивание на типсах старая технология который 20 лет типсы мы раньше сажали с вами на клей вот сейчас типсы на клей не нужно сажать мы учим сажать типсы на макси базу и на медиум больше ничего не подходит только эти два продукта подходит вот это конкретно для моделирования здесь нельзя просто посадить и отпустить клиента здесь конкретно это палочка выручалочка для вот этого повального также запроса мы сейчас этот продукт выпустили в первую очередь думая о своих салонах красоты потому что вот за последний год в декабре мы открыли салон красоты маникюр бутик санкт-петербурге и у нас это просто там ну это головная боль клиенты приходят хотя длинные ногти а в салонах красоты на потоке мастера маникюра максимум делают гель-лак укрепления все ну длина там ну троечка понимаете они хотят длинные арочные ногти понимаете либо острые длинные либо арочные ногти вот и видите типс ассортимента у нас нет я сейчас решила выпустить для технологии наращивания на типсах именно только арочные типсы я преследовала чистого цель чтобы облегчить жизнь нашим руководителям салонов красоты потому что посадить моделирующих мастеров красивые длинные ногти в салоны нереально найти у вас будет одна звезда на 20 человек остальные 19 будет максимум делать классическое наращивание небольшой длины вот поэтому первую очередь я думала также еще я себе потому что вы знаете что я сейчас периодически живу на кипре и у меня нет возможности ходить салон красоты и делать себе вот эту правую руку вот хотя салоны там есть там точно такая же проблема максимум что мне могут предложить это небольшую длину нарастить вот потому что вы знаете когда я была на кипре я ходила педикюр делала у меня одна рука была арочная здесь я хотела сделать себе арочную на огромную длину пришла показываю говорю вот ногти говорю вы можете мне точно также сделать на левой руке нету мастера такие мастераны они как есть но вас днем с огнем не сыщешь а чтобы вы еще в найме работали на кого-то на потоке в салоне красоты вы же там не работаете вот но я все равно считаю что даже для работающих мастеров на нижних формах конечно они скажут фу-фу-фу какая кошка шуля да кто же этим будет работать да это стрёмные ногти да какие же они будут по качеству послушайте конечно если сравнивать с моделированием на нижних формах вот у меня рука да тут вы конечно арка прям такая крутая это юля донченко мне делала но моя арка на типсах я считаю достойная не уступает вот это раз вот во вторых ну бывают такие случаи как я вам уже сказала но клиент приходит ну я хочу длинные ногти приносит ногти стек тока а вы максимум что можете ей предложить небольшую длину нарастить или возможно вы учились на наращивание тех же арочных ногтей но это было там не знаю пять лет назад вы это делаете очень редко сделать сделаете но это будет шесть часов понимаете потому что пока вы подставить просто нарастить большую длину можно понимаете но нарастить арки красивые ну блин надо навык получать и причем не один месяц вот поэтому я рекомендую и тот и тот продукт приобрести даже работающим мастерам на нижних и верхних формах потому что бывают такие экстренные ситуации когда вот клиент приходит а времени вам ставить ей формы наращивать нет для вас палочка-выручалочка вот такие готовые ногти вы из этого миндаля можете квадратик сделать вот эти типсы тоже могут быть палочка-выручалочка но чисто даже для вас вот смотрите я с собой беру и то и то потому что я очень люблю огромную длину арочные ногти но себе сделать на правую руку я не могу понимать если левую я еще могу подставить формы и нарастить я это буду делать долго я сделаю это красиво сделаю но эта рука это все это выше видели что было на кипре а в итоге просто с психу откусила их вот так под мясо кое-как запилила и на этом все потому что если запилить я еще могу то подставить форму еще и дудочку но для меня это нереально вот а так как здесь не нужно будет подпиливать вот эту всю часть выводить понятно что здесь нужно моделирование делать полноценное так нужно обязательно сегодня выложить мастер-класс кстати с этими ногтями что в инстаграм уже есть нужно и сюда выложить вот поэтому это два разных продукта вот они сделаны чуть-чуть из разной пластмассы здесь пластмасса более твердая она позволяет делать реально готовые ногти для этого не нужно делать никакое моделирование здесь уже все понятно что бывают исключения будет форма ногтей смотрите на кого не сядут эти ногти ну понять они не волшебные понятно что в идеале надо обладать навыками моделирования тогда для вас не будет проблем работы с любой формой ногтей но хотя бы понимаете большому проценту это может подойти и вы не откажетесь от услуги наращивания вот здесь такая толщина пластмассы что вы видели я ходила на креприс правой рукой полтора месяца это все хорошо корректируется все шикарно стоит нет ни одной трещины у меня ни один ноготь вот здесь не треснул ни один ноготь не треснул вот и наши вот эти готовые гелевые ногти они очень сильно отличаются я скупила весь этот алиэкспресс потому что они продаются сейчас и по 100 рублей и по 200 рублей господи каких только цен сейчас нет на вот эти готовые гелевые ногти у нас стоят они 810 рублей вот но они достойны этой цены поверьте они просто роскошные потому что я за полтора года перелопатила весь рынок производителей готовых гелевых ногтей вот а это другая технология эта технология наращивания на типсах здесь даже видно видите типсы есть контактная зона для приклеивания учим мы приклеивать не на клей а на макси базу и медиум вот это конечно классическая технология наращивания используем в основном монофазный гель для моделирования вот но все равно это легче чем вообще без ничего бы моделировали снимать как снимать ну спиливаете ну пластмасса до девчонки вот у нас юля юль можно я тебе задам вопрос посмотрите юля отходила перед этим с чем с готовыми ногтям вот три коррекции просто делайте коррекцию ну не хотите ну спилите машинкой пилится в принципе нормально чуть-чуть жестче чем гель но все равно я считаю что пилится хорошо не так как раньше вот типсы пилились вот сейчас юля сидит себе наращивает арочные ногти вот самой себе нарастить арочные ногти ну правда очень сложно не все могут особенно вот например как я правую руку но для меня это проблема на правой руке сделать себе роскошные ногти вечно у меня здесь какие-то коротыши потому что я здесь ничего себе сама не могу сделать вот давайте делайте скриншот это появится с пятницы на эми шоп пятница уже можно опять в пятницу заходить на эми шоп и делать заказ можно сейчас оставить предзаказ у дистрибьюторов да можно фонарики слушайте фонарики для фиксации стоят на алиэкспресс 300 рублей голя я кстати закажение фонарик пока я на кипр не уехала пожалуйста потому что фонарик нужен девчонки они там недорого эти фонарики стоят лет фонарик лампа она стоит там 200 300 рублей на алиэкспресс вот я себе тоже закажу ну хотя вот мы с лампой не знаю нормально у кого такая подставка есть не смотрите у нас неудобные подставки они кожей обтянуты лампа не ровно стоит а если сюда вот так лампу поставите здесь полочка сдвинуть чуть-чуть дно убрать ну что клиент ему будет достаточно только кнопочку нажимать а вы здесь будете фиксировать все да но вот фонарик было бы хорошо да да фонарики для сушки ногтей вот не уже видите секретарь нашел все сейчас я тоже себе куплю потому что на кипре нихера ничего купить нельзя купи мне пожалуйста хорошо вот что еще из новинок ну это классная новинка я же говорю вот почему мы это сделали мы в первую очередь делали для себя что есть продукты когда я преследую цель мне самой это нужно мне нужно моим мастерам в наших салонах красоты вот кто пропустил начало не переживайте пересмотрите по что эфир мы сразу же выкладываем здесь дальше давайте сейчас вернемся коллекции гель-лаков у меня оргазм от нашей новой упаковки именно поэтому у нас сейчас коллекция на чуть-чуть задерживается и выйдет не в середине августа как обычно а выходит первые числа сентября посмотрите какая упаковка мы в этот раз поработали над упаковкой сделали ее как iphone и преследовали еще какую цель сейчас давайте так фон красивый сделаем преследовали цель смотрите так слышите какой звук не очень звук нравится раз-два тысячи у вас классная подставочка смотрите осмотрите галя девочки пишут что есть фонарик с силиконовой подушечкой как штамп для стемпинга можно его прям прижать к ногтю и посвятить галя мне такой фонарик нужен но купи еще один ты чё прямо оплатила уже хорошо юля оставим этот фонарик а мне с силиконовой подушечкой пожалуйста юлька просто фонариком девчонки кидайте ссылку вот кто про силиконов для стемпинга с этим кинете хорошо короче смотрите наша коробочка превращается в подставочку классно это очень удобно давайте так красивый натюрморт сделаем и давайте смотреть какая у нас световая гамма ну как я и сказала у нас такой вот получился очень уютный такой домашний такой экошный вариант новой коллекции все в базовых цветах каких-то природных цветах и здесь очень правда кстати много базовых цветов сейчас я расскажу итак мои фавориты я рассказываю то что нравится мне а вы же знаете я люблю все нестандартное конечно же один цвет всегда мы добавляем такой который знаете из ряда вон выходящий не вписывается ой такое страшно делать и клиенты такое делать не будут но это самый модный оттенок смотрите такая тыковка желтая охристая и конечно же если вот взять лет пять назад у нас клиенты вообще даже зелеными не были готовы покрывать не онами не были готовы покрывать то сейчас уже вот к таким цветам созрели наконец очень много во первых сейчас одежда с такими цветами и если брать показа мы ориентировались не только на институт понтон и другие института цвета также конечно анализировали показы хотя показы изначально очень сложно анализировать что они то появляются много позже чем анализы институтов вот здесь конечно нужно обладать интуиция чтобы угадать что мы потом увидим на подиуме и вот здесь вот мы угадали когда потом мониторили показы чуть позже мы поняли что цвет вот этот однозначно мы правильно сделали вот и я например планирую обязательно именно себе делать номер 392 первым у меня сейчас просто эта рабочая коробочка мы пока создавали дайджест израсходовали все гель-лаки вот а новых у нас еще пока нету нам еще со склада не привезли но надеюсь вот уже со следующей недели мы будем новенькими работать поэтому я сейчас полноценную выкраску не показываю дизайны вот надеюсь что вот к пятнице может мне привезут со склада хотя я не уверена вот поэтому 392 он мелькал уже и прошлой осенью и весна-лето встречались вот но в этом году осенью прям вот ну не бойтесь обратите на него внимание что возможно купите сумочку либо гольфик под пиджачок пуловер ну отличный цвет возможно полностью решится на костюм total ну как бы это прям совсем для смелых вот но какой-то акцент как какая-то маечка футболочка пуловер почему бы и нет дальше цвет мой также фаворит это я считаю что нужно обязательно их делать вдвоем номер 393 хотя зеленых в показах их больше намного не только этот оттенок присутствует смотрите вот он есть его много но также много ярких зеленых вот как сегодня я в платье одета в зеленом этот цвет он все еще не сдает позиции хотя многие уже стилисты пишут о том что этот цвет он уходящий это уже анти тренд но при этом если мы заходим масс-маркет вагон и маленькая тележка этого зеленого цвета яркого много вот поэтому в коллекцию мы решили добавить другой зеленый потому что вы знаете у нас базовом ассортименте все зеленые цвета трендовые они есть у нас есть шикарных два зеленых классических у нас есть неоновые вот и зеленый цвет это такой знаете как оранжевый это сейчас будет постоянно такой знаете долгий тренд поэтому оранжевых набираем побольше зеленых набираем побольше в этой коллекции оранжевый конечно уже не стали делать что у нас роскошнейший оранжевый вышел в летней коллекции мы его поставили в основной ассортимент у нас в капсуле роскошные неоновые оранжевые у нас вообще есть оранжевый неона вот energy club вот поэтому оранжевых много не бывает но вот в эту коллекцию не стали добавлять хотя это тоже тренд зеленый решили сделать вот такой природный тоже видите тоже много такого показа показах номер 390 синий смотрите вот такого синего сказать что прям очень много нет все-таки сейчас приоритет за синим который более классический вот но так как у нас синих тоже выходило последнее время много и они все классные мы все оставили в ассортименте у нас есть классный синий из капсулы у нас есть синий который выходил в декабре классный синий который выходил в летней коллекции будет большая часть из них пошло в базовый ассортимент поэтому здесь синий мы решили сделать не классический а такой знаете вот он сложно сочиненные называются таким вот прям потоном интересным вот поэтому кто любит ярко обратите внимание на этот синий тоже кайф даже просто без ничего похож на 241 это какой юля даме 241 гель-лак сейчас я его найду сравню чтобы вопросы все снять так дальше пыльная лаванда то же самое оказалось показах очень много но институты если просмотреть все институтские подборки цвета на 9241 цвет цвет не помню это мне написали что кто-то кто-то на что-то похож так 391 пыльный лавандовый цвет я считаю то что это база базовый цвет хороший оттенок много кому пойдет поэтому обязательно обратите на него внимание 391 цвет смотрите эгоизм это перламутровый цвет вырви глаз с таким слегка малиновым перламутровым а здесь 394 это я называю цвет базовый это то что я вам самом начале говорила что очень много в этой коллекции у нас таких спокойных домашних оттенков и в том числе базовых ну и вот базовым конечно же относится какой фиолетовый цвет если вот например базовый гардероб а мы говорим что базовые цвета гардероба это черный это серый это белые да и там оттенки может синего сюда не черный фон сейчас я на черном фоне покажу чтобы было хорошо видно то базовые цвета в гель-лаках это что у нас это красный бордо и фиолетовый и нюдовые оттенки это база блин еще хуже так странно вконтакте другая цветопередача короче он темнее чем сейчас у меня на экране я почему могу понять что для этого надо сделать чтобы было видно что он очень темный он прям такой темный темный классический тоже он лишь высветляют его ну ладно дальше еще один базовый цвет смотрите тоже классический бордовый цвет то же самое их много не бывает это то что я вам говорила красный фиолетовый красный фиолетовый бордовый и нюдовый и знаете как есть категория цветов которые больше всего продаются расходуется это как раз эти категории цвета поэтому в этот раз коллекция включает в себя достаточно много базовых цветов здесь получается у нас какой базовый цвет у нас 394 фиолетовый это то что знаете из года в год ты покупаешь и они всегда расходы ну как вы их израсходуете, потому что всегда есть у любого мастера, даже очень креативного, базовые клиенты. 394-й, 388-й, 387-й и 391-й. Я считаю, что это все базовые оттенки. Следующий цвет идет коричневый, и он с таким красивым перламутром. Сейчас смотрите, у меня очень мало гель-лаков в бутыльках, потому что это рабочая коробочка, мы ею работали три месяца, и все почти израсходовали. Ничего не осталось. Такой хороший классический цвет. Базовый, я тоже считаю. Ну и последний оттенок. Он, возможно, не базовый, но для тех, кто любит перламутры всевозможные, он среди перламутров лидер по продажам. Это такой красивый, шиммерный, крупно-дисперсная здесь пыль. Ну не пыль, а перламутр. Смотрите, какой он хорошенький. Прям хорошенький. Хорошо блестит. Нельзя сказать, что он прям сильно прозрачный. Нормальный. Для прозрачных гель-лаков нормальный. Но вы же знаете, что я люблю добавлять обязательно какой-нибудь один оттенок, чтобы он выбивался. Вот это как раз номер 389. Это номер 389. Так, ну я сейчас сделала такую примитивную выкраску, так как не могу сделать полноценную. Вы видите, у меня очень мало гель-лака в бутыльках. Вот. Еще раз напомню, смотрите, какая удобная коробочка. Уже можно делать предзаказ. В этот раз не стали делать огромный объем коллекции локомотивной. Мы немножко сейчас объемы пересмотрели, так как у нас появились боксы. Так как у нас сейчас в продаже теперь параллельно еще идут боксы с основной коллекцией. Поэтому объемы сейчас основных коллекций посокращали. Поэтому обязательно делайте предзаказы, потому что коллекция будет небольшого объема. Так. Да, кстати, на файбер белую похож. Белая файбербаза, номер, как у нее вот этот, который шиммер, четвертая, даймонд. Точно-точно, кстати, прям что-то есть. Точно, все правильно. Так, ну что? А, слушайте, самое главное, я же еще забыла показать, что также в наличии появилась база. Ее тоже очень долго не было. Это Бейсгель Лайт Крим. Она тоже есть в наличии. Вот, тоже успеваете покупать. И, наконец, появилась Хард База. То же самое, ее не было в наличии. Вот, поэтому, кто любит эти продукты, что это вот жесткая классическая база, нерастворимая, которая подходит только для моделирования, работать ей нужно как классика. Но зато у нее очень жидкая консистенция и подходит для тех клиентов, кто хочет гель-лак, а ей ни хрена никакой гель-лак не подходит. Ей противопоказано. А клиенту очень сложно объяснить, что, извините, вам нужно делать классические гели. Так вот, для таких клиентов, как раз Хард База, это классический жесткий гель, очень низкой вязкости. Выглядит он как гель-лак. Работаем мы им по типу гель-лака, но все-таки нужно сделать полноценное моделирование. И тогда клиенту не нужно ничего объяснять. Вы просто тупо берете Хард Базу, хотя ей гель-лак противопоказан, и делаете Хард Базой. Для нее это будет как гель-лак. Вот поэтому, кто потерял продукты эти, не успел купить вовремя в марте месяц, потому что в марте месяце у нас просто оголились все склады, у нас выгребли товар, товарозапас, который был там, где на три месяца рассчитан, а где-то на полгода было. Все это закончилось в марте месяце, потому что все испугались и просто начали гребсти, как слепые лошади. Вот, поэтому обязательно пересмотрите прямой эфир. Я показала, какие классические гели появились в наличии. Практически все, я бы сказала. Сейчас отсутствуют, получается, файбербазы, все еще нет. Все еще нет 13-й базы, 9-й и 10-й. Вот, сейчас получается у нас отсутствует только 6 продуктов. Конечно, они очень популярны, но зато сейчас вся классика есть в наличии. Вот эти два продукта есть в наличии и новинки. Да, наклейки идут, девчонки. У меня сейчас просто неполноценный набор. Потому что еще официальный анонс не начался. Я, видите, спойлером занимаюсь. Дразню вас заранее, чтобы вы знали, к чему готовиться, какая цветовая гамма будет у нас, чем мы вас будем радовать. В пятницу мы с вами встречаемся, и я начну делать уже обзоры конкретно по трендам, и начну уже показывать мастер-классы. Начну показывать мастер-классы. Очень много сейчас также в наличии на Эми Шоп есть из новинок. Это декорации уже появились все. Ну, как все, не все, но большая часть декораций осень-зима, они уже выпущены, они уже есть в продаже. Поэтому уже можно покупать. Вот, видите, такие всякие. Причем очень много именно базовых выпустили штучек. Вот, видите, подходят абсолютно для любых клиентов. С любым покрытием, с любым дизайном. Вот всякие квадратики названия, листики, уютное кофе. Короче, все для уютной осени. Все для уютной осени. Для вот таких вот абстракций, минималистичных вариантов дизайна. Вот видите, сколько всего хорошечного. В этот раз мы не стали жестить. У нас очень мало в этот раз вышло таких гранжевых вариантов дизайна. В основном, видите, вот такое все очень спокойное, базовое на любой возраст. То есть можно сделать и для возрастного клиента, и можно сделать что-то для молодежи в стиле минимализм. Цена набора. Так, цены рассказываю. Давайте, читаем. Значит так, поштучка. Цена не изменилась. Вообще цены не изменились на цветник. У нас цена осталась такая же, со скрипом, но решили оставить. Хотя для нас это уже там была такая пограничная себестоимость. Мы там прям уже не очень хороший такой расклад получается. Но цен пока оставили. 700 рублей по штучкам. 9 миллилитров. Наборы 9 миллилитров, 8 цветов, 4990. И набор 6 миллилитров, 3850. Ну, в принципе, цена как была, так и осталась. Вот. Поэтому, кто раньше покупал, все то же самое. Да, сюда идут наклейки. Не знаешь, ложечки идут или нет? Ложечки и наклейки сюда идут. Да, ложечки и наклейки. Коллекция называется Lost in Time. Коробочка выполнила в виде подставки. Это очень удобно. Вот. По декорациям, как я и говорила, что у нас очень много базы вышло. Вот. В этот раз, как я и говорила, гранжа практически нет. Есть один всего лишь шермикон такой, это я называю. Это для Ани Аколот. Вы знаете, что у нас есть ведущая эксперт в Эми онлайн. Она работает в Санкт-Петербурге у нас. Маникюр-бутик. Ведущим специалистом. Это я называю для молодежи. Вот. Он всего лишь один. Называется 220 Хаус. Я бы назвала вот эти романтичные. Потому что, на самом деле, здесь можно сделать и готику. Можно сделать минимализм, который прекрасно подойдет для возрастных клиентов. Потому что, видите, такие надписи и классические, и в стиле футуризма, в стиле готики. Хорошие надписи. И романтичное что-то можно сделать. Это шрифты. Вот эта штука очень сейчас популярная. Называется тату-мотивы. Потому что сейчас реально тема в татухах. У нас даже многие мастера маникюра тату начали делать. Прям реально набивают. И набивают все из серии, знаете, а-ля твои каналы, чакры. Собирают индивидуальные для тебя эти татуировки. И вот в таком стиле богемном. Балийском, не знаю, буддийском. Ну, из них делаются очень хорошие романтичные вещи. И можно сделать в стиле гранж. Как бы вот так вот. Полярные можно дизайны сделать. И романтику, и можно сделать гранж. Что у нас еще из новенького? А, вот такой у нас слайдер тоже. Кстати, слайдеры и шармикон еще не все вышли. Мы их постепенно партиями выпускаем. Где-то в начале сентября окончательная часть слайдеров выйдет. Вот такой золотой орнамент. Так, что еще? Ну, я не все показала, конечно. Смотрите, вот такой шармикон. Классика. Вот это вот прям всем рекомендую. Уже, наверное, недели три про этот шармикон говорю. Это один из самых первых в осенней коллекции вышел. Это то, чего должно быть всегда много и в запасе. Где-нибудь в дальнем ящичке лежать на всякий случай. Потому что процент клиентов, я не говорю, что сто процентов все вензеля делают. Но, блин, все равно у нас возрастная категория клиентов, это же самые богатые клиенты. Они все равно любят дорого-богато. Прям для них. А, для тех, кто любит футуризм. И такой спортивный футуризм, космизм. Вот такой классный шармикон. Смотрите, какие классные штуки. Я прям его очень люблю. Вот особенно, кто любит с текстоном работать, что-нибудь такое необычное делать. Вот такой вот. Так, что отдельно? Гель-лаки, да, будут отдельно продаваться. Я уже цену сказала. Вот, все декорации, все отдельно. Все будет отдельно продаваться. Это сейчас реклама продуктов для осенне-зимнего сезона. Это не бокс. Бокс, вы себе не представляете, какой у нас будет следующий. Вы упадете. Бокс следующий будет просто. Не просто дорого-богато. Это будет что-то просто, я не знаю. Очень будет все блестяще. Все, с презентацией я завершила. Очень хотелось мне с вами поделиться. Не удержалась, видите. Показала вам осеннюю коллекцию гель-лаков. Показала вам гели, какие есть в наличии. Два новых продукта. Сейчас обязательно попрошу, чтобы загрузили мастер-класс по одному из продуктов наращивания на типсах. Пусть это технология старая, но я здесь в эфире объяснила, для чего мы сделали этот продукт. Зачем он сейчас нужен. Почему в 22-м году компания Эми запустила наращивание на типсах. Там же не просто наращивание на типсах. Это они, во-первых, харочные. Во-вторых, что у меня, что здесь в Ростове в салоне, что в Питере в нашем салоне, это повально просто сейчас. В салоны раньше, кстати, таких клиентов не проходили. Они обычно к мастерам, к частным приходили и делали такие запросы на длинные ногти. А сейчас даже с салона поточного типа приходят клиенты, просят большую длину. Для нас сейчас это проблема, потому что, к сожалению, мастера в найме в салонах поточного типа, когда мастера, они, как правило, там идут… Вы понимаете, это не звезды, которые участвуют в конкурсах, учатся постоянно с утра до вечера на сложные формы ногтей. Там работают хорошие девочки, но они делают наращивание, ну, длина там троечка, без арочки, ну, что-то такое вот, ну, универсальное, среднее. А сейчас повально просят наращивание. Это, конечно, не хотят еще сидеть там 4 часа, 6 часов. Они хотят за 2,5 часа, чтобы вот такие ногти с дизайном. Вот, поэтому мы решили вспомнить про технологию наращивания на типсах. Но мы ее трансформировали, переработали. Сейчас запустили типсы только одного вида – арочный квадрат. И также запустили готовые гелевые ногти, где не нужно вообще моделировать, вообще ничего не надо. Вам нужен только один продукт – макси либо медиум база. Все, вот так, ноготь, и ноготь готов. Можно покрывать. Ну, тоже все со следующей недели, с 30-го числа, с Юлией Донченко, начнутся нон-стопом эфиры. Как делать эти две технологии? Это разные технологии. Юля? Нет, завтра на Эмишоп 810 рублей. Да. Готовые гелевые ногти и типсы. Арочный квадрат выходят завтра на Эмишоп. Уже можно будет купить. Бокс. Бокс. Ну, я уже говорила. Вот у меня, видите, подсказочка вам. Дольче Габана у нас будет. Дольче Габана. Это, наверное, самый долгожданный бокс. Потому что я боксы расписала уже до следующего года. У меня эскизы, они все лежат, все готово. Вот этот, конечно, будет. Его, конечно, надо было делать летом. По-хорошему, это бокс для лета. Вот надо было Шанель местами поменять. Но там был один продукт, который мы не могли производить. Я сказала, слушайте, давайте сейчас Шанель, несмотря на то, что это лето, осень впереди. Вот, а это, конечно, это будет вот. Это, знаете, когда смотришь на эти ногти и смотришь только на них. И все остальные будут смотреть только на ваши ногти. Обычно смотрят все сюда, если есть что показать. А тут будет смотреть только на ваши ногти. Так, где посмотреть мастер-класс по гелевым типсам? Либо в Инстаграм. И сейчас до вечера здесь выгружу обязательно. Я забыла за контакт. Да, нужно сюда обязательно выгрузить. Потому что я первую часть уже выгрузила. Сейчас выгружать буду дизайн уже, как мы делали. Все, всех люблю. Всем пока. Увидимся с вами в пятницу. Уже такой на хорошей презентации по трендам. Будет интересно. Я прям приготовлю для вас презентацию со слайдами распечатанными. Потому что, видите, здесь по-другому нельзя делать презы. Вот, поэтому будем с распечатанными слайдерами. Будем делать из вас нейл-артистов, чтобы клиенты, которые к вам придут осенью, вы такие фигас. И сейчас будете рассказывать, а что же тебе носить осенью. А на какие цвета стоит тебе обратить внимание, когда ты пойдешь на Валберс сделать заказ или пойдешь в масс-маркет. Буду учить вас, как разговаривать с клиентами этой осенью. Чтобы она от вас ушла не как от маникюрши, как они любят нас называть, а чтобы нейл-артист, понимаете? Прям вот такое достойное название. Нейл-артист. Когда выйдет новый бокс? Ну, это, думаю, где-то в середине сентября, может, в конце сентября. Сейчас посмотрим. Потому что сейчас же выходит коллекция Lost in Time. И лучше не накладывать выпуск одной коллекции на другую. Поэтому мы сделаем интервал между этими двумя коллекциями. Вот. Поэтому надеюсь, что в середине сентября вот так где-то выйдет. Может, в конце сентября. Все, девочки. На Эми Шоп. На Эми Шоп уже есть гели. С завтрашнего дня будут типсы. Коллекция Lost in Time гель-лаки. Просто отслеживайте. Отслеживайте анонс. В начале сентября, я надеюсь, оно уже будет в продаже. Мы просто ждем. Нам не хватает одного элемента для последнего цвета. Вот все есть. Коробки лежат. Выкраски. Ложечки. Все лежит. Все разлито. Но нет для одного цвета там кое-чего. Поэтому чуть-чуть. Но сейчас все равно, видите, с этими цветами еще пока рано работать, конечно же. Сейчас вот я даже вчера ногти когда себе делала, я смотрела на эту коллекцию и думаю, сделаю раньше времени. А потом думаю, ну нет, еще все-таки лето. А у нас еще в Ростове тут конкретно лето. Вот. Здесь конкретно лето. И я еще пока, ну все яркое ношу. Пока яркое. Поэтому думаю, нет. Нет, нет, нет. Пока сделаю. Вот я капсулу себе сделала. Симбиоз. Ой, вот бокс Габриэль тоже. Песни для романтических классических девочек. Но которые любят, чтобы было дорого-богато. Катя, здравствуйте. Не бросайте нас. Кто работает красками, пожалуйста. Девчули. Сейчас пока краски выходят, смотрите. Вот сейчас будет осенняя коллекция красок. Она, кстати, очень похожа по наполнению на гель-лаки. Смотрите, осенняя коллекция. Окрасок. Где-то у меня и лежит выкраска. Вот. Потом зимняя коллекция окрасок. Вот не знаю, будет или нет. Но мы планируем. Но как бы ассортимент сокращаем очень. Ну потому что, вы понимаете, продукт рентабельно выпускать. А мы его сами колеруем. Понимаете? Когда ты его сам производишь, производство невыгодно запускать для маленького объема. А сейчас объем продаж по краскам, он с каждым годом все меньше, меньше, меньше. Гель-лаки, наоборот, объем продаж у нас растет с каждым годом все больше, больше, больше. Видите, вытесняет гель-лак с рынка краски. И так как объем сейчас настолько уже смешной потребление, я понимаю, что есть все равно кто потребляет. Это не рентабельно для производства. У нас вот есть коллекции, которые мы просто там, например, знаете, продажи закончились. На остатках там вот чуть-чуть осталось. Из-за того, что то, что вот этот остаток не распродали, мы ничего не заработали. Понимаете? А совсем маленький объем, ну это вообще не рентабельно выпускать. Вот видите, бывают такие продукты, которые вот так раз и сдохли. Хотя я считаю, что все равно красками в сто раз выгоднее и удобнее работать. Ну, так вот. Краски будут новые. Юль, дай мне краски, выкраску. Очень похожая выкраска. Мы старались ориентироваться на гель-лаки, чтобы, знаете, как оно в одном контексте было. Сейчас мы вам покажем новую коллекцию красок. Покажем. Да, забрали. Забрали? Девчонки, ну анонс красок будет, не переживать. Я так думаю, краски и под Новый год тоже я там. Правда, блин, дорогая коллекция красок. То, что я хочу сделать под Новый год. Не знаю, дадут мне сделать. Или нет, с пигментами целая дилемма. Доставлять пигменты. Потому что пигменты завозим с Китая. А транспортировать вот эти сухие сыпучие пигментозы, это прям целая песня. Официально их завозить, потому что это же сыпучая. Вы понимаете, что это напоминает? Потому что никто не хочет укреплять ногтевую пластину, поэтому гель-лак. И это в том числе. И это в том числе. Хотя просто мазюкать вот эти мягкие ногти делать. Эмпаста нет, девчули, ну вот что. Эмпаста, она как была классическая коллекция, мы ее всегда держим в ассортименте. Неоновые цвета еще. Эмпаста, она периодически, вот неоновая эмпаста, периодически выпадает, нет ее в наличии. Но я стараюсь поддерживать, чтобы вот эти четыре неоновых цвета, они были. Хотя меня все время пугает, надо убирать из ассортимента. Давайте только классику оставим. Конечно, от эмпасты я никогда не уйду. Пусть объем ее сейчас тоже упал, потому что больше сейчас в сторону, знаете, других дизайнов. Стемпинг, пленки, декорации. Вот, но эмпаста будет всегда, потому что мы все-таки компания Pro Design, и мне нужна постоянно краска, я должна чем-то рисовать, чем-то дорисовывать. Как же без этого? Поэтому эмпаста нет, эмпаста будет всегда. Белый декор, белый рафинад, это же две божественные краски, без которых я сама жить не могу. А если я жить не могу, поэтому, я всегда говорю, ну бывают такие продукты, которые, например, компания продает, но ничего не зарабатывает. Вот такое тоже бывает. Вот у нас одно время, мы несколько лет торговали кистями в убыток, мы ничего не зарабатывали, но мы держим эту позицию в ассортименте. Ну, это есть особенности такие, вот, когда ты держишь это в ассортименте, но не зарабатываешь ничего на этом. Вот, эмпаста — это один из таких продуктов, на которых мы особо ничего не зарабатываем, но держим в ассортименте, потому что если бы это был Китай, конечно, была бы цена другая, а это Германия. Это Германия, это контрактное производство, это одно из первых таких красок, когда мы заключали контракт на производство, делали только под нас конкретно, под конкретные задачи, делала немецкая лаборатория. Вот, это продукт, который мы выпустили первыми с таким химическим составом, вот, потом уже сейчас его повторили, и то я считаю, что прям вот именно такого продукта, особенно как тут же белый декор, такого продукта нет. Эмпаст нет, не будет. Смотрите, вот я хотела в осень делать эмпасты, и потом поняла, что нет. Ну, нет смысла. Я понимаю, что там такие смешные. Как бы, знаете, еще классические цвета, они как бы нужны, вот, неоновые нужны. А все остальное можно намешать. Можно все намешать. Окраска даймонд серебристая уже не появится. Не знаю. Сейчас вот с этими наборами, вот, суперстар и конфетти, я их не хочу убирать из ассортимента, но нам их очень тяжело производить, потому что пигменты стоят дурных денег, а производить надо небольшое количество, и, соответственно, это нерентабельно. То же самое. Вот, хотя, видите, их нужно, видите, в цене. Есть продукты, которые нужно поднимать сейчас в цене из сложившейся ситуации. И нам, и мы сейчас принимаем выбор, что мы просто, нам проще убрать продукты из ассортимента, потому что, вы же видите, как реагируете на поднятие цен, ну, как бы это естественная реакция. Вот, а мы тоже ничего не можем делать. Мы есть, где можем себе позволить, например, ничего не зарабатывать, но это бесконечно не может продолжаться, поэтому вот есть продукты, которые приходится убирать из ассортимента, потому что сейчас на них себестоимость выросла из-за транспортных расходов. Я не беру стоимость доллара и евро. А транспортные расходы есть выросли в 9 раз. Вот есть продукты, где не в 2 раза, не в 4, а в 9 раз, например, понимаете? Как хорошо, что я закупила суперстарый конфетти. Блин, ну я сейчас вот даже скриншот сделаю, покажу еще раз своим маркетологам, потому что я им говорю, что давайте оставлять, ну, цену поднимать. Они говорят, что нельзя по той же цене продавать, что нужно поднимать цену. Вот, а всем кажется, что если цену поднять на вот суперстарый конфетти, то вообще никто покупать за эту цену не будет. Лучше дорого, чем совсем... О, сейчас тоже сделаю скриншот. Ну, там почаще такие эфиры проводить, смотрите. Сейчас я пойду к своим маркетологам, потому что я в прошлый раз истерила, когда был Новый год. Где конфетти, где суперстар, почему мы так мало выпустили? 283 гель-лак. Так, мне нужен каталог. Вот, девчонки, я все не помню. Каталоги надо глянуть. Что это за цвет? Да, пусть цена будет выше. Сейчас я скриншотики наделаю. У меня есть продуктолог, кто только красками занимается. У нас продуктологи, они поделены. Есть продуктолог, кто как раз краски ведет, и она меня, конечно, там трамбует. Надо убирать, сокращать, убирать, сокращать. Брошки я готова тонну купить. Смотрите, сейчас выйдет Dolce & Gabbana, там тоже будут брошки. Ну, в стиле Dolce & Gabbana они тоже будут очень класснючие. Я так думаю, вот когда Dolce & Gabbana мы распродадим, вот тогда встанет вопрос, что нужно будет брошки сделать еще отдельно. Но переработать их, чтобы все-таки был продукт непохожий. Потому что идея в боксах в том, чтобы этот продукт был только доступен в боксе. Все. Переработаем и сделаем что-нибудь похожее. Потому что я вижу, что на это есть спрос. Хотя мы считали, что боксы это не для всех. Что это только такая, знаете, узкая направленность. Мастера, кто с таким же вкусом, как у меня, и стилистикой. Это же не все. У вас тоже ограниченное количество. Даже среди наших потребительных, эмишных, вас там вот, ну, как бы, небольшого количества. Кто такое потребляет? Сейчас вот мы посмотрели, что все брошки, брошки, брошки. Вот. Надо, значит, все-таки их сделать отдельно. Хотя мне казалось, что такое уже точно никто не купит. Вот так, если делать большой тираж. Потому что боксы это же не большой тираж. А, 283 это летняя фуксия. Блин, не помню. Блин. Что с Катей у тебя с головой? Слушай, если у меня нет его на полке, если у меня нет его на полке, то, наверное, его нет. То, наверное, его нет. Смотрите. Сейчас, во-первых, у нас еще коллекция выйдет осенью. Классная розовая. Розовых гель-лаков. Потом, следующая весна-лето, там тоже выйдут классные оттенки. Там промежуточные. Вот. Мы сейчас просто видоизменяем базовый ассортимент гель-лаков. Потому что мы его только сформировали, и тут вот эта хрень произошла. И, конечно, сейчас приходится все опять переделывать. Опять мы... Короче. Ну, зато, видите, не скучно. Я понимаю, что вас это немного триггерит, бесит. Это есть, этого нет. А я этого хочу. Чего вы это убрали? Это такой хороший цвет. Чего вы его убрали? Нет, 340-й из эгоизма в базу не вошел. Он очень особенный. Не сфоткала. А, 283-й из неоновой коллекции. А, все, значит, у меня в коробочке лежит. Нет, значит, он есть в базовом ассортименте. Смотрите, он продается в коллекции. Неон Пати. Значит, он его, по идее, отдельно. Да, вот он, 283-й. В коллекции Неон Пати идет. Вот, значит, он продается отдельно, по идее. Видите, не могу на некоторые вопросы ответить. Надо в следующий раз подготовиться, спросить. Я все, скриншоты сделала. Так, за 340-й скриншот сделала. Я тоже не хотела этот цвет убирать. Он же пошел только в наборе. Мне его хотелось тоже оставить, так же, как I'm Fire красный. Я тоже считаю, что это такой прям очень удачный был розовый. Вот, ну, видите, мы смотрим на продажи. Ладно, вам хорошего рабочего дня. Нам с вами хорошей рабочей недели. Обязательно приходите в пятницу на прямой эфир. Будет интересно. Будет еще больше про осень-зиму. Все, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok